Риппи 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 Эй, кусачка! Фу! Я же почти выиграл! Вечно эта кусачка все портит Ну, она тоже играть хочет Ей что? Места мало Помогай! Сейчас расставим как было Ага, она прибежит и опять все сломает Ха! Надо ее чем-то занять Мы ее покормим, да? Почти! Сделаем конфету в виде голограммы на телефоне И пусть кусачка голову ломает, как ее съесть Давай! Только голограмма, это что? Голограмма это объемная картинка в воздухе Со всех сторон она выглядит как настоящий предмет, но прозрачный Сделать ее можно и дома для этого Надо склеить рамку из прозрачного пластика Подойдет любая пластиковая коробка Вырезаем четыре стороны и соединяем Теперь находим в интернете Видео с 3D-голограммами Включаем и ставим на телефон нашу заготовку Правда здорово? Класс! Как настоящее! Кусачечка, иди сюда! Что-то не очень ей с голограммой-то интересно Может, она просто конфеты не любит? Точно! Собака же хищник! Готово! Тихо! Ну сейчас-то что не так? Голик, вот мы олухи! У этого мяса запаха нет! Готово! Прячься! Теперь пойдем играть? Ага! Не думал, что голограмма так сработает Фаер! Надо ей помочь! Стоп еще! Сама виновата! Вы наверняка замечали, что в кино супергерои часто используют голограммы Например, чтобы позвонить напарнику или заглянуть в карту Но эта технология есть и в реальной жизни С ее помощью ученые делают модель человеческого тела Так его удобнее изучать В музеях тоже есть килограммы, и экспонаты, и экскурсоводы Преподаватели таким образом уже читают лекции Как настоящие, правда? А в цирке объемные изображения заменили зверей Теперь вместо слонов, медведей и дельфинов выступают их трехмерные копии И отлично, ничем не хуже оригинала А животные пусть гуляют на свободе Кусачка, прекрати это! Ты чего? Бедненькая! Кто это сделал? Кусачка, не дергайся! Я тебя спасу! Кто это придумал? Мы хотели кусачку голограммы отвлечь А она ей на нос наделась И по делам Нечего было нам мешать А может это вы мешали? Фаин, наверное надо было на столе играть Вот еще Где хочу, там и играю Ладно, что-нибудь придумаем Чтобы и фиксики целые кусачки сыты Так, послушаем Пять А классно ты все-таки с катапультой придумала И Владу нас обыграла Как обычно, первая всегда Вообще-то ты, Фаер, сегодня тоже победил Это где? В игре Догони меня, кусачка Компьютер Компьютер Надо же Быстро доставили О, новенький наутбук Куда? Заметят Забыл-ка, вчера чуть не попался? Ну не попался же Вот что, лети-ка в комнату И не спорь Посмотрим Компьютер Компьютер состоит из монитора Клавиатуры, мышки И вот такого ящика Системного блока Его еще называют Мозгом прибора А у складного компьютера Ноутбука Все спрятано в корпусе Даже камера В отличие от своего собрата Ноутбук работает не только от розетки Но и от батарейки Да и современный телефон Это компьютер Он тоже столько всего умеет И влезет в любой карман Ой, забыл Я с опомогатором Папус, ты где? Ага, вижу Вы в моем компьютере Что? Мне нужны все эти программы И еще антивирус Установите? Отлично Пофиксите Все как надо Пофиксите? Это мой сын так говорит Да, смешно Папус в компьютере? Я вам пока не нужен Тогда не буду мешать Ну, папус! Нолик, ты почему еще здесь? Это ты почему с папой Дим Димыча говорил? Что? Фиксики с людьми не общаются И вообще, я тут был В ноутбуке кто? Мася! Хм, я ее с утра не видел Летим скорее Ага, смотрю Давайте тут сохраним Не верю своим глазам Что там? Что там? Маша? Я? А что происходит? Ты с ним разговаривала? Ну, конечно! Симка! Это она В компьютере! С папой Дим Димычи общается! Ах, нет! Смотри, смотри! Ну, попадет ей Кому? Симка, ты здесь? Ну да, а вы чего? Кто-то из нас папе компьютер настраивает Вон! Ну, мы же все тут Кроме дедуса Точно, там дедус, он в плену Папа его поймал, запер и заставляет ставить программы Вы уверены? Да, дедуса надо спасать Со мной! Дедус! А? Что случилось? Мы думали, ты в плену Компьютер настраиваешь Я? Ничего не понимаю Да, Нолик, мы тоже ничего не понимаем Зато я поняла Это не фиксик, а удаленный мастер Ой, не могу Какой мастер? Сломавшийся компьютер придется нести в ремонт А если нужно скачать обновление, удалить вирус Или разобраться с ошибкой Проще обратиться к мастеру, который работает дистанционно То есть на расстоянии Он подключится к устройству, где бы вы ни были Главное, чтобы там работал интернет Теперь специалист может делать с компьютером все, что угодно Как будто сам за ним сидит Например, ускорить его работу Или настроить программу Кстати, удаленно сегодня работают Не только такие мастера, но и люди других профессий Программисты, бухгалтеры Даже ученые Правда здорово Отлично, все есть Спасибо вам огромное Кстати, еще хотел спросить Фиксик в плену Кто же вам так голову заморочил? А чего я? Это Папа Дим Димыча виноват И новенький ноутбук Фиксифон Дим Димыч! Угадай, что у нас есть Лучше вы угадайте Банан? Машенька? Шоколадка? Пистолетик? Ха, не угадал Папа себе новый телефон купил А мне старый отдал Насовсем Ух ты! А у вас что? Вот Ха, тоже телефон Лучше Это Фиксифон У Папуса новый фиксифон А старый он симки подарил И звонить по нему можно А как же Дай я покажу Папус, привет! Привет! Зачем звонишь? Эм, да просто так Ну, Олег Не отвлекай меня по пустякам Ладно Видал? Ну, звоните Мой телефон умеет Людям-то умеет А фиксиков нет Фиксифон Это умный телефон фиксиков По нему фиксики Не только звонят друг другу Но и выходят Специальный фиксиков интернет В фиксифоне Есть и камера, и фонарик, и новости И игры, и фильмы, и фиксипелки Любимые песенки фиксиков И дети рады И взрослым хорошо Потому что фиксифон Всегда может сообщить родителям Где находится их ребенок И не попал ли он в беду Не так давно У людей тоже появился умный телефон Или как его называют Смартфон Его помощь можно и звонить И заходить в интернет Смартфон легко заменит целый компьютер Но до фиксифона ему все-таки пока далеко Это, конечно, круто Но игры и у меня есть А такое есть Поглядите сюда Ну, мышка А теперь сюда Ой Его же... Его же тут нет А тут есть Это еще не все Мышка помогает управлять компьютером Когда вы ее двигаете Понял? Никто фиксика не видит А ты видишь И он тебе помогает Супер! Вот бы мне такой фиксифон Ишь, что захотел Ты же не фиксик Эх, жалко Пойду что ли в школу? Расстроился? Даже телефон свой забыл Есть идея! Он звенит и гудит И поет как птица И в игрушку сыграть Телефон годится Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Телефон годится Телефон заменила мне Сестру и врата Он и вместо часов И фотоаппарата Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Фотоаппарата Видно пальцем вы не тем Кнопку нажимали Здесь такие не живут Они туда попали Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Они туда попали Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Мы не туда попали! Где тут я? Наверное, папус Хм, ну и яичко ты мне придумал Нолик, я занят! Прекрати хулиганить! Ой, кто это? Это не Нолик Кто это? Кому это я позвонил? Мужчины, а чей это телефон? О, мой нашелся! Бегу! Потом сверим номера! Ой, летит нам от папуса Дай-ка, Дим Димыч, я удалю отсюда все номера фиксиков А как же я буду вам звонить? Зачем звонить? Мы же всегда рядом! Контакт У мамы сейчас прямой эфир Ого! И меня покажут! Дети, я в ремонт Десять минут до эфира, а в наушниках звук пропал Ах, и почему техника сама не чинится? О, может я посмотрю? А ты разбираешься? Найти неполадку Выяснить причину Исправить Студыш, тыдыщ И все работает! Ладно, можно и без тыдыщей А инструменты там? Готово! А где поломка была? Что говорить-то? Скажи, контакты засорились? Ага Всегда пожалуйста! Знаете такое выражение? Есть контакт Когда вилку прибора вставляют в розетку Или штеггер наушников в разъем телефона Их зажимает между пластинами Место, где они соприкасаются, называется контактом Контакт установлен, ток бежит по проводам И техника работает, как надо Но если между двумя деталями попадет мусор Или образуется ржавчина Ток не потечет И контакта не будет Раз-раз Меня слышно? Лучше, чем раньше Дим Димыч, ты меня спас Пустяки! Контакт всего лишь почистил Тут-то что не так? Дайте-ка посмотрю Сейчас сделаю Тоже контакт? Да я мастер! Скорее, хвостун! Я для всех стараюсь Или хочешь, чтобы эфир сорвался? Спасибо, фиксики! Катя, и ты молчала? У Дим Димыча золотые руки Это еще что? Я дома все перечинил Ноутбук, посудомойку Помогатор Помогатор Что за день такой? Не работает? Дим Димыч разберется Но электрические приборы Детям не игрушка Так он с выключенным справится Я при вас не могу Я стесняюсь Ладно, у нас пять минут Без меня не включайте Ты что наделала? Зови теперь фиксиков Что на этот раз? О, вы вовремя! Почините! Не-а! Ты мастер! Ты чини! Я же не умею А ты скажи сто тысяч тыдыщ И все само починится Ну помогите, пожалуйста Я не буду хвастаться Ладно, поставь крышку ровно Ну вот, теперь есть контакт И все? Во многих умных приборах есть защита от детей и рассеянных взрослых. Хладильник пищит, если дверца закрыта неплотно. Стиральные машины, чайники, утюги сами отключаются, когда работа закончена. Соковыжималка, мультиварка или кухонный комбайн просто не будут работать. С плохо закрытой крышкой. Да что там! Современные автомобили умеют тормозить в случае опасности. Очень удобно, правда? Но целиком надеяться на технику все-таки не стоит. Да и фиксики иногда могут запоздать с помощью. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте приборы надолго без присмотра и берегите их от поломок. Всем пока! До встречи! Дим Димыч, огромное спасибо! Ты очень помог! Да это не совсем я! А кто же? Ему опытные мастера подсказали. А, вот оно что! Ой, а дашь их контакты, мне бы пылесос посмотреть. Пошли! Нам еще пылесос чинить! Голосовой помощник Фрид, что там мама Дим Димыча! Сегодня в 10.00 вы хотели сходить в магазин. Точно! Я и забыла. Алиса, спасибо. Пожалуйста. Это что, Симка прикалывается? Ку-ку! Симка! Ну, Алик! Вы тут? Погоди, голос был другой. Может, там новый фиксик? Пошли в гости и узнаем. Давай сначала познакомимся. Ходить друг к другу в гости здорово. Особенно, если соблюдать несколько простых правил. Например, договариваться заранее и не опаздывать. Хозяину будет приятно, если к чаю принести что-нибудь вкусное. Ну и, конечно, в гостях надо быть вежливым и вести себя прилично. А то, представьте, вы открыли дверь, а гость, не раздеваясь, идет прямиком в комнату и даже не здоровается. Садится за стол с грязными руками, а потом вообще запрыгивает с ногами на диван. Шуми, все хватает без спросу и при этом ни пожалуйста, ни спасибо. Вам бы было приятно с таким гостем. Хе-хе-хе, не думаю. Как ее? Алиса? Да, зовут. Алиса! Алиса, привет! Добрый день. О, отвечает! Ты фиксик? Ну да. А что, не похоже? Хе-хе, так мы не знаем. Иди к нам. Мне и тут хорошо. Странная какая-то. С людьми общается, а к нам идти не хочет. Алиса, а у нас помогаторы есть. Выходи, покажем. Мне собираться лень. Ой, да ладно тебе? А на фиксибордах погонять хочешь? В другой раз. Хе. О, а ты мультики любишь? Ага. Сейчас точно выйдем. А какие любишь? Хм. О, чудная. Эх, сами выберем. Включи мультик про ковбоев. Одну секунду. О, как ты в телевизор попала? Эй, скажи что-нибудь. Обратно что ли убежала? Эй, ты здесь? Ах, может в пульте сидит? Кончайте прятки, Алиса. Выходи. Голова болит и устала очень. Да как ты это делаешь? Она нас дурачит. Стой здесь. Увидишь, лови. Ага. Алиса, немедленно выходи. Би-би-би. Ах ты, дразница. Ну все, с меня хватит. Ты же сказал, нельзя. Сюда. Не догнали. Летим к телеку. Фрик, Фик, я вас заждался. А вы чего это такие? Алису ловим. Кого? Алису. Не в курсе? У вас новый Фиксик живет. Фиксик. Алиса это голосовой помощник. Кто? Никто, а что. Голосовой помощник это очень умная программа. Она устроена почти как мозг. Понимает, что ей говорят. И выполняет команды. Лечи в пульте. Покажи погоду. А теперь найди в интернете сколько ногу паука. С ней можно даже просто поболтать. Или поиграть. Помощник живет в умных колонках, телефонах и телевизорах. И может управлять техникой. Например, включая свет и пылесос. Вот мы балбесы. Думали, это живой Фиксик. Ага, еще и играть звали. Да она все может. Алиса, включи Фиксик. Алиса, включи фиксипелку колесо. Ого, надо чинить, пока люди не пришли. Алиса, подскажи, как готовить вафли? Быстрее! Алиса! Не знаю. Я электричеством питаюсь. Что-что? Мне нужен рецепт. Вместе мы можем приготовить много всего. Алиса, а ты знаешь, кто такие Фиксики? Фиксики – маленькие человечки. Живут в машинах и приборах по всему миру. Ладно, ладно, верим. Знаешь. Гироскутер А ты так не можешь. У тебя Фикси-борда нет. Подумаешь. Мне родители гироскутер подарили. Во! Человеческий Фикси-борд? Ого! А трюки на нем можно делать? Ха, еще как. Я бы тебе показал. Только на улице дождь. Ну и что? Эх ты. Он же электрический. Гироскутер похож на скейтборд, но с большими колесами, в которых есть электромотор. Когда человек встает на платформу и наклоняется вперед, датчики шлют сигнал мотором. Можно ехать. И не только прямо, а задом наперед, а даже крутиться, пока не сядет аккумулятор. Но это не беда. Главное не кататься по лужам и сугробам, если в корпус попадет вода, гироскутер может сломаться. Так ты дома прокатись. Нет, тут пол кривой. Хе-хе-хе. Может, ты просто не умеешь? Оп. Па-бам. Ну? Езжай. Не могу. А, его включить надо. Ой-ой-ой-ой. Да говорю же, это все пол. Я бы даже на самокате упал. Ага, конечно. Если ты такой профи, покажи, как надо. Легко. Инструктор Нолик всему тебя научит. Повторяй за мной. Только шлем надень. Вот так. А-а-а. Ой-ой-ой. Ай. Хм. Попробуй двумя ногами запрыгнуть. Ой-ой-ой. Ай-ой-ой. Ай. Ух. Хм. Давай задом наперед. Страшно. А ты глаза закрой. Ой-ой-ой. А-а-а. Ой-ой-ой. А-а-а. Я же пошутил. А-а-а. О. А этот шлем тебе идет. Хи-хи. С таким тренером никакой шлем не поможет. Ах так? Да это тебе. Никакой тренер не поможет. Я и сам научусь. Давай-давай. Вы чего раскричались? Просто кто-то сказал, что на гироскутере ездить умеет. Но падать у него лучше получается. Мм. Вообще-то дома кататься нельзя. Это все знают, кроме вас. Но дома можно научиться держать равновесие. Давай покажу. Только защиту надень. Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok Класс! Симка, ты настоящий тренер! Теперь я и кататься смогу! Симка! А как? Тормози! Стой! Куда? Куда-куда-куда? Хорошо, что он в шлеме и в защите! На гироскутерах, сегвеях, электросамокатах можно легко разогнаться и лететь быстрее ветра Поэтому управлять таким транспортом надо осторожно Всегда надевайте защиту и шлем Пока едете, будьте внимательны! Смотрите под ноги и по сторонам! Вдруг на повороте кто-нибудь выскочит? А если надо перейти дорогу Слезьте со своего транспорта И идите пешком Помните, что кроме вас на улице есть и другие участники движения Каждому должно быть удобно Пешеходы гуляют по своим дорожкам Вы катаетесь рядом Автомобилисты едут по проезжей части Здорово! Когда все уважают друг друга Дим Дима, ты цел? Мы же договорились, дождь закончится и пойдем Что, не терпится испытать? А, ладно, я тоже разочек прокачусь Сейчас папа тебе мастер-класс покажет И оп! Ой-ой-ой! Кажется, это у них семейная Любой человек, когда садится на велосипед или встает на самокат Сразу становится водителем А значит, должен кататься по всем правилам Совершенно не важно, ребенок он или взрослый Это касается каждого Но когда водитель превращается в пассажира Думаете, можно расслабиться? Как бы не так Тут тоже свои правила Самое главное пристегнуться И напомнить другим, если они забыли Во время поездки не высовывайтесь в окно И тем более не открывайте на ходу дверь А еще, пожалуйста, уважайте водителя Вместо того, чтобы бить ногами в спинку его кресла Лучше посмотрите мультики Похоже, папа себе подарок купил Автопилот Автопилот Зря смеешься Вот сейчас автопилот Настроил И он меня будет сам возить Я ему говорю, а он едет Автопилоту не нужно говорить, куда ехать Вы когда-нибудь видели, чтобы самолет летел без пилота Поезд ехал без машиниста А автомобиль без водителя Такое бывает Иногда машину ведет специальная программа Автопилот Захотел человек отдохнуть? Включил автопилот И транспорт едет сам Но только по курсу, который задал водитель Это помогает и сэкономить силы, и не сбиться с пути Если дорога длинная Зря старался Я и без тебя знал Просто забыл Ага Думаешь, самый умный, да? Умнее тебя А у меня голова больше Проверим? Давай Ха, мелковато Дай-ка я А так Ты мерить не умеешь Ты тоже Во! Сейчас точно измерим Так тоже не пойдет Ох! Будем мериться колпачками Чья голова внутрь не пролезет Тот и умнее Я первый об этом подумал А я первый сделаю А вот и нет Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха Сам попробуй Надо что-то поменьше Видал? Как влитой Ты точно утонешь Не-не-не Тяни Там полно места Дальше Не Пролезает Ха-ха-ха Победа! Не считается Ты тоже перемеривай Ладно, дурака валять Все равно проиграл Правда Не снимается Помогай А если открутить? Умно Еще идеи есть? Э-э-э Пилу и разрезать Это все Что придумала Твоя большая голова Бежим за помощью К Блассе Здорово Как я побегу? Раз тебе не нравятся Мои идеи Думай сам Отлично Я по памяти доберусь Она тоже как автопилот работает Эй, не туда! Что-то твой автопилот хромает Тогда Ты будешь моим автопилотом Вперед! Современные машины Стали очень самостоятельные И речь не только про самолеты с автопилотом На фабриках и в магазинах Наравне с людьми уже давно работают роботы Сложнейшие аппараты в одиночку летают в гост И исследуют другие планеты А некоторые из них рисуют Сочиняют стеси И даже могут сами освоить музыкальный инструмент Получается, скоро умные машины везде заменят людей? Это вряд ли! Ведь даже у очень продвинутых роботов нет самого главного Поображения Как и умение чувствовать, размышлять и мечтать Это доступно только людям И не поддаётся программированию Давай, давай! Ещё чуть-чуть! Вот уж не думал, что быть автопилотом так тяжело Где же Бося? Я тут Гик, зачем ты нацепил это на голову? Мы поспорили, кто из нас умнее Я выиграл Засунуть голову туда? Умно! Очень умно! Вот и я тоже не понимаю Как тебе это удалось? Сенсорный экран Ну как? Приклеил намертво! Дим Димыч, наконец-то! Мы пока тебя ждали Всё, что можно, уже починили Почти всё А я к докладу готовился Птиц фотографировал А тут понятно воробей Это сойка Вот синица Смешная, да? И самое главное Бам-бам-бам-бам! Ой! Это что? Я снегиря хотел сфотографировать А получился какой-то Бам-бам-бам-бам Всё из этих дурацких перчаток Пока я их снимал Снегирь уже улетел А зачем же ты их снимал? В них ничего не нажимается Значит, надо сильнее жать Не поможет Ты что, не знаешь, как работает сенсорный экран телефона? Нет И я нет Ну вы даёте им Хорошо, что у вас есть кто-то Кто знает всё И этот кто-то ты? Да Под стеклом сенсорного экрана Течёт электрический ток От тела человека умеет его проводить Поэтому, когда к телефону и планшету Прикасается палец Часть тока утекает Люди этого не чувствуют Потому что заряд очень слабый Но датчики, которые находятся внутри экрана Сразу шлют сигнал в мозг прибора И он понимает, что надо делать Ответить на звонок Или написать сообщение Шерсти, с которой связаны перчатки Ток не пропускают А вот если перчатки будут из чего-то другого О, например, из сальги Оберни ею палец Всё работает Правильно Потому что фольга проводит электрический ток Но ведь из неё перчатки не делают Вот у Кати есть специальные Для смартфона А у тебя есть я Который знает всё И как их сделать Ой, как же вам всем всё-таки со мной повезло Нарежем из сальги нитки И прошьём твои перчатки на пальцах Чтобы они могли проводить ток Точно Готово Спасибо Только где я теперь снегиря найду? Эх А ты возьми фотку в интернете Скажи, что твоя Си, как это некрасиво Всё, что попадает в интернет Кто-то создаёт Игры делают программисты Фильмы снимают режиссёры Книги пишут писатели А музыку композиторы Эти люди называются авторами И у них есть авторское право Это значит, что только они могут делать Со своим произведением всё, что захотят Когда, например, фотограф делится на свои страницы снимками Скачивать их без спроса и загружать в другое место невежливо А выдавать чужие работы за свои вообще никуда не годится Перед тем, как использовать чей-то труд Лучше всегда спросить разрешение у его создателя Ему будет приятно Я что, зря старалась? Сука! Там! Па-па-па-пам! Снегирь! Надевай перчатки, быстрее! На ту руку! А зачем мы вообще перчатки надевали? Дома-то! Так нам велела Та, кто знает всё на свете А, ну да! Как же нам всё-таки с ней повезло! Ха-ха-ха-ха! И что теперь делать? А, найдём фото в интернете Но обязательно напишем, чей это снимок Рентген Профессор опять с рентгеном возится О-о, смотри, смотри Сейчас пойдет на Лизоньке тренироваться Хм, на ком бы еще испытать Лизонька Кстати, а рентген? Это для гениев, что ли? Всем подойдет Секрет рентгена в его лучах Они легко проникают сквозь кожу А через скелет не проходят И на пленке отпечатывается его тень Так врач может быстро увидеть на снимке Трещину или перелом И сразу наложить ипс Чтобы кость рослась ровно В общем, рентген – полезная вещь Главное – не делать его слишком часто И всегда надевать защитную накидку Ведь мощным лучам Нет чему попадать во все вокруг А внутри мы с тобой тоже одинаковые Давай чудакову попросим Пусть нас просветит Или просветит Ага, забыл, как мы ему колбу разбили? А он не забыл Тогда сами Поближе к камере Денис, Денис Я что, у вас подопытный кролик? Ну, это же просвещение во имя науки, Лиза Во имя науки? Да Ну, ну ладно Вот и чудненько Так, садитесь вот так Отлично Спинку прямо Все, все Секунду Лиза, снимаю улыбочку Хм, у вас прекрасные кости, Лиза А что это? А, что? Шестеренка? Мне срочно нужна помощь Лиза, не преувеличивайте Никакого не срочно Я могу все объяснить Ну? И зачем ты превратился? Сам не понял Испугался, наверное Дай я попробую Снимай! Как же опустить эту камеру? Ну ты скоро? О! Есть! То есть... Нет Допрыгался Теперь он завис Лиза Это недоразумение Сбой программы Ничего не было Вы? А вы уверены? Я уверен? Лиза Сейчас убедитесь Так Лиза Сидите Только прямо сидите Вот, хорошо? И вот Что там? Оно перемещается Скорая! Скорая! Ничего не понимаю Из-за тебя Мы с ним Попали на Лизоньки Нечего было превращаться Да я не хотел Само вышло А, так вот в чем дело Кто вам разрешил Пугать Ильичию? Ой А мы тут Эксперимент проводим Рентген ваш Вот проверяем Эм, да И как? Никак Из-за него Мы в шестеренки Превращаемся Так у фиксиков Защитная реакция Вас даже рентген Не просветит Или просветит Фиксиков Невозможно Сфотографировать Да-да Стоит навести На них фотоаппарат Смартфон Или планшет Как они Сразу же Превращаются В винтики Или шестеренки Даже такой Научный механизм Как рентген Тут не исключение Ведь это не просто Полезная привычка А рефлекс Он есть У каждого из нас С рождения Хотя и не все Про него знают Зато сколько Любопытных Маленьких фиксиков Спаслись Таким образом От знакомства С человеком И не сосчитать Хе-хе А теперь Шутки в сторону Готовы узнать тайну Что у нас внутри Здесь Пламенный мотор Светлый ум И добрая душа Вот, вот Тише, тише Тише Вот, ничего Лишнего Лишнего Да Как шестеренки Мы тоже одинаковые Опять вы Вот я вам сейчас Стой Они размножаются Лизонька Не волнуйтесь Вот ваши То есть мои шестеренки Вот они Я их в ринге не забыл И у меня в руке Ничего нет Все в порядке А давайте еще разок Просветим Во имя науки Мусор Мусор Внимание Сейчас Маэстро Нолик Передвинет эти предметы Силой мысли Сто Тыщ Эрщин Маэстро У вас третья рука выросла Хе-хе-хе-хе Ти-дыщ Браво, маэстро Браво Летим в лабораторию Там обещают Кое-что покруче Эй А я? Я с руками Фокусы могу О, коллеги Вы вовремя Мое новое изобретение Мини-перерабатывающий заводик Он творит чудеса Прям чудеса Профессор Ваш доклад Сколько мусора Евгений Евгеньевич Давайте я выброшу Стоп Из этого, как вы говорите, мусора, Лизонька Можно сделать совершенно новые вещи Мы опять все разбросали Что происходит с пакетом мусора Который ты выбросил на домой? Вместе с другими такими же отходами Грузовик отвозит его на свалку Мусор потухает Из маленькой кучки Постепенно вырастает целая гора мусора А вокруг еще и еще Ой, масечки Чтобы мусор не уничтожить все живое Его надо перерабатывать Тут важна помощь каждого И большого человека И маленького фиксика Итак, начнем Кидайте старые банки Э, сюда? Вот сюда Сюда? Видите? Машина переработала старую банку в новую Его заливает Ну, Олег, тихо Я знаю, там все заранее спрятано Ну, а теперь стекло А, сюда? Вот сюда, Лизонька Это же вазочка, которая вчера разбилась Новенькая Он ее склеил Точно? Много ты понимаешь Ну, а теперь загружайте мой доклад Но, профессор Ради такого дела Не залога Ох 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 Дай смотрите Ох Ой, не могу Скажете, тоже машина переработала Ох Ну да А буква ластиком стерла Нолик, тихо Это сплошной обман Нолик, обманщик, это три Ах, так Я вам докажу И последний эксперимент Такого вы не видели Берем пластик Жмем сюда Ноли Что? Ноли запаса Срочно нитите пластик Как же это? Нолик, смотри Кроссовок прям твоего цвета Нолик Нолик Все, что попало на свалку Считай, пропало навсегда Консервные банки Пластик, стекло Будут без изменений Лежать в земле сотни лет А ведь их можно использовать еще раз Например, если собрать 700 алюминиевых банок Можно сделать велосипед Пяти килограммов старой бумаги Хватит, чтобы создать новый стур Для рубашки понадобится всего 16 пластиковых бутылок Прелесть? Вот и я так думаю На самом деле все очень просто Не ленись сортировать мусор И многие старые и ненужные предметы Вместо свалки попадут на специальные заводы Там им подарят вторую жизнь Нет, он не мог Но я видел Ноличек, вылезай Я больше не буду называть тебя обманщиком Нолик Да тут я Вот он, живой Ноличек Ой, Нолик Ты всех напугал Живой Там внутри и правда Нет ни в баночек Ни в вазочек Даже туалетной бумаги нет А ты не верил Професс Ну, как вы это делаете? Ай, ну Хе-хе А, веду Силой мысли Хе-хе-хе Отночно Хе-хе-хе Цветные уличные контейнеры Придуманы не для красоты А для разного мусора Но разделять его лучше дома Это очень просто Берем два ведра В одно отправляем остатки еды Старую одежду Грязные салфетки и подгузники То, что нельзя использовать еще раз В другое Все, что можно переработать Пластиковые стеклянные бутылки Бумагу Картонные коробки И железные банки На них даже есть подсказка Треугольный сачок Прежде чем выбросить Такую вещь надо вымыть Высушить и смять Осталось закинуть в правильный бак Готово! Сортируя мусор с умом Мы помогаем природе Сюда Нет, сюда Сюда Нет, Лиза Сюда? Вот сюда Вот сюда, Лизонька Нет, сюда Нет, Лизонька Сюда 3D принтер Уху! Фрик, я быстрее! Уверен, Фрик? Эй, как ты меня догнал? Фрик, мы же близнецы Теперь будем учиться, как все фиксики Так, посадим Так, посадим Это Илья, профессор-чудаков Ага, а что они там делают? Ваша копия, коллега Хе-хе, одно лицо Вот удивите свой класс Хе-хе-хе, их новенькие удивят Мы с Симкой и Ноликом никому еще про них не сказали Сюрприз, значит? Только, тссс, это большой секрет Слыхал, кто мы? Хе-хе, сюрприз так сюрприз Быть близнецами непросто Нас все время путают Вот я, Фрик Я Гик Скажите, мы одинаковые? Хе-хе, это не так Вот Фрик умеет писать левой рукой и боится щекотки А Гик, когда смеется, хватает за живот Он обожает копаться в компьютерах Найти ошибку в программе Обмануть вирус Эх, все к нему Фрик мастер на выдумки и розыгрыши А вместе мы команда И все время придумываем что-нибудь новенькое Кстати, о новеньком Раньше мы никогда не ходили в школу Ага Нас учила дома наша Пася Но когда познакомились с Симкой и Ноликом Решили попробовать Хе, ну интересно же Правда, мы тут ненадолго Привет, где все? Верта скоро будет Симка с Ноликом завтра вернутся Всем здрасте Ой Привет, я Фаер А ты новенький? Какой растрепанный Меня зовут Фрик А тут ничего так Вообще-то это лучшая школа фиксиков Мы тебе все покажем Я с пуля О, а что? Ты никогда не видел манипулятор? Теперь видел Как ты там оказался? Где? Наверху Я? Ха, смеетесь Но это был ты А, это вы про мою копию говорите Что за копия? Да вон, видите Бегает рядом с банками Это не банки Ой, да без разницы О, вон, еще одна И еще Ничего себе Ну как ты это делаешь? Вот на этой штуке камень На 3D принтере Это невозможно На 3D принтере Можно создать любой объемный предмет Достаточно нарисовать его схему на компьютере И загрузить в принтер нужные материалы А дальше машина уже сама разберется И будет слой за слоем печатать то, что было задумано На таком устройстве можно сделать игрушки Детали для двигателя Или даже протезы Но живого человека или фиксика На 3D принтере сделать нельзя А ты умник? Я Y Но кое-чего не знаешь Сейчас покажу Та-дам! Ого! Как настоящий! Похож! Прелесть! Вижу, вы уже познакомились с новенькими Профессор, новенький один А это копия из принтера Или наоборот Вот так сюрприз Копия, говорите? Работа хорошая Только голова неровная Ничего, сейчас переделаем А, чего? Класс! За работу! Эй-эй-эй! Стой, я! Да мы же пошутили! Это не копия! Это мой брат! Я Гик, а это Фрик Вы близнецы? Прелесть! Ха-ха! А мы бы сейчас тебя туда Поговорил, это невозможно Очнем урок Все в сборе Еще не все Вы издеваетесь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok